Гоша, мы открываем тетрадочку и начинаем читать. Георгию 7 лет. У него задержка речевого развития. В инклюзивном центре он будет заниматься общеобразовательными предметами. Это его старший брат Эдуард. Ему 17. Он будет посещать учебно-тренировочную квартиру. Сегодня уже было занятие по кулинарии. В Альтино очень занимательное занятие. Очень интересно все тут. Что больше всего понравилось тебе? Общение. Эдуард на домашнем обучении. Георгий тоже с этого года начнет учиться дома. Поэтому такой инклюзивный центр им очень необходим, говорит мама Мария. Для нас это очень важно, чтобы ребенок все-таки социализировался, приходил, чтобы были друзья, чтобы были педагоги. Здесь обучение будет проходить с ютерами. То есть мама может не участвовать в образовательном процессе. Мама может быть свободна. Это тоже очень для нас важно. Этот инклюзивный центр для детей и подростков «Луч» в Юдине открылся на этой неделе во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Здесь будут заниматься дети с ментальными особенностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это мой сын Гордей. Ребенок родился с особенностями развития. Поэтому нам нужно постоянное развитие и занятия. Я очень рада, что в поселке Юдина открылась такая тренировочная квартира, где дети могут заниматься, развиваться, проявлять себя. Инклюзивный центр делится на два пространства. В комнате индивидуальных встреч дети занимаются с нейропсихологом, логопедом, дефектологом, проходят сенсорно-моторную коррекцию. Другая комната для групповых занятий. Часть выглядит как настоящая квартира, чтобы дети осваивали бытовые навыки. Дети растут. Им надо учиться жить самостоятельно. Им надо учиться готовить, стирать, делать какие-то бытовые занятия. Также сходить, например, в магазин самостоятельно. В центре будут заниматься две группы детей. В каждой по шесть человек. Длительность занятий четыре месяца. Сегодня в Юдина, Залесном и микрорайоне Салават-Купере проживают больше 8 тысяч детей. 110 из них с особенностями здоровья. Заявки на обучение в этом центре отправили уже больше 50 семей. Пять дней в неделю мы работаем прям по расписанию. Это учебно-тренировочная квартира, это учебная программа у детей. Они уроками занимаются здесь. А суббота у нас такая некая досуговая деятельность, где можно приготовить и пообщаться. Мамы могут пообщаться. Меценатом проекта выступил руководитель строительной компании Андрей Беляков. Его поблагодарил мэр Эльсур Медшин. Он отметил, такие учебно-тренировочные квартиры должны быть в каждом районе Казани. Первая такая учебно-тренировочная квартира открылась в 2022 году на Закеево. Позже на Минской, в Юдина уже третья. Еще две квартиры откроются в этом году на Ипподромной и Голубятниково. Вероника Гайнаудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Продолжение следует...